МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Формирование мусорных тарифов выявлено в Татарстане и в других регионах России. Об этом сообщает агентство новости со ссылкой на Генпрокуратуру. По данным ведомства, региональные операторы при формировании тарифов предоставили экономически необоснованные и неподтвержденные данные о расходах, а также искусственно снижали, либо наоборот, завышали среднегодовые объемы образуемых отходов. После устранения искажений тарифы снизились в среднем на 14,5%. В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России. Документ предусматривает право органов власти реализовать программу по обновлению жилого фонда. Устаревшие дома могут реконструировать или снести совсем, а жильцам предоставить новые. В перечне объектов, которых коснется программа, многоквартирные дома в аварийном состоянии, а также дома, построенные с 1957 по 1975 год и не соответствующие современным требованиям. В набережных Челнах подвели итоги голосования по паркам и скверам, которые должны будут попасть в программу благоустройства на 2020 год. Горожанам предлагали выбрать между десятью объектами. В итоге первое место завоевал парк культуры и отдыха, расположенный на ГЭСе, второе – пешеходная зона Автозаводского проспекта, а третью строчку занял парк Гренада. Министерство труда Татарстана пояснило, как жители республики будут отдыхать в мае. Согласно Трудовому кодексу, первое его число и девятое – нерабочие дни. Имеется и несколько переносов. Так, суббота, 5 января переносится на 2 мая, воскресенье – 6 января на 3, а суббота, 23 февраля – на 10. Таким образом, с 1 по 5 и с 9 по 12 мая являются выходными днями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова